Всем привет! С вами я, Лена Смирнова, и сегодня мы с вами будем делать конверт для денег на свадьбу. Для того, чтобы сделать заготовку, нам понадобится бумага для акварели. Мы вырезаем прямоугольник размером 22,5 см на 17,5 см. Дальше мы отмеряем расстояние 6,5 см и проводим легкую линию канцелярским ножом по линейке, чтобы нам сделать сгиб. Дальше расстояние 8,5 см, также проводим линию и 7,5 см. Когда у нас все это сгибается, у нас получается вот такая вот заготовка. Далее мы выбираем бумагу, из которой будем украшать нашу заготовку. Я выбрала вот такой цвет. Лучше выбрать какой-то однотонный цвет, либо с легким рисунком, чтобы потом мы могли сверху еще добавить какие-то детали, и они у нас не терялись. Мы вырезаем два прямоугольника размером 7 см на 17 см и 6 см на 17 см. То есть прямоугольник, который высотой 7 см у нас будет сверху, а который 6 см внутри. Далее вот таким дыроколом мы обрабатываем углы нашего прямоугольника. Для прямоугольника, который у нас будет внутри, мы обрабатываем только два угла. Для того, чтобы когда у нас будет закрываться, чтобы здесь не было наложений. У нас остались вот такие вот уголки. Мы их не выкидываем, мы приклеиваем их на самые углы. Теперь мы отмеряем на наших прямоугольниках сзади в середину. То есть это будет у нас 8,5 см. И ставим карандашом небольшую отметку. Теперь мы убираем ленту. Лучше всего взять белый цвет. Ну а также можно выбрать и другие цвета, которые подходят под ваш фон. Ленту отрезаем примерно 2 кусочка по 25 см. Это для того, чтобы мы потом могли завязать бантик. И приклеим ленту на обратную часть нашего фона. Нам нужно приклеить ее так, чтобы на той стороне, которая будет верхняя часть, эта лента была лицевой частью на ту же сторону. Но на ту часть, которая будет внутри, нам нужно приклеить ее вот этой обратной стороной, чтобы когда мы завязывали, у нас лицевая часть пошла наверх. Теперь приклеиваем ленту на отмеченную нами ранее середину. Далее сразу же приклеиваем наш фон на нашу заготовку. И сразу же мы приклеим нашу внутреннюю часть, чтобы у нас сразу конверт был готов. Аккуратненько намазываем только с краю клей, чтобы получился кармашек. Возвращаемся к нашим уголочкам и приклеиваем их внутри и снаружи. Можно завязать бантик, чтобы проверить, как у нас он завязывается, и для того, чтобы у нас верхняя часть открытки была неподвижная, чтобы нам удобнее было приклеивать уголочки. Теперь приклеиваем оставшиеся уголки. Далее я беру вот такой вот стикер кружева, выбираю вот этот вот рисунок и приклеиваю его. Теперь я беру белые цветочки. У меня два цветочка одинаковых размеров и один чуть-чуть побольше. Закручиваем ножки. Цветочки мы с вами расположили, теперь мы их приклеиваем. И вот из таких наклеек я выбираю два вот таких сердечка. И приклеиваем их вот сюда. Дальше мы добавляем сюда надпись «Самый чудесный парень» из тех же наклеек. Далее нам осталось обработать края ленты. Мы обрежем наискосок. И обработаем края огнем. Завязываем бантик. Из края я решила добавить еще ряд полубусин для того, чтобы завершить нашу композицию. Вот такой конверт у нас получился. Мы можем развязать бантик изнутри, написать пожелание и положить денежку. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал. Если есть какие-то вопросы, обязательно оставляйте в комментариях, я, конечно же, на них отвечу. Всем спасибо и до новых встреч!